Девушкин Наталья Петровна, Наталья Петровна, Наталья Петровна, я хотела спросить насчет Ольпиады, вам нравится мое стихотворение? Во-первых, оно не твое, а Братынское, во-вторых, да, оно мне нравится. Давайте, скоренько. Правда? И вот вы послушайте, какой оно классный. Я, а, нет, обманула вас, молвала, по-прежнему душу я вами, и надо мной... Свои права вы не утратили с годами. Жалко, что так только в жизни не бывает. Как? Ну вот, когда понимаете, ну вот чтобы всю жизнь одну тебя любили. Мама говорит, что так бывает только в книжках и сериалах. Вик, ты знаешь, в жизни иногда такое случается, что ни одному сценарию сериала даже не снимутся, правда? Ты зайди ко мне, пожалуйста, завтра после уроков, я просто сейчас опаздываю, ладно? До свидания. Ужас какой-то. Ой, Стасик, а ты что это в ювелирке забыл? Да вот, подарок покупал. А у вас праздник какой или просто так? Конечно, праздник, юбилей, пять лет вместе. Эх, как Наталье повезло. Муж и бизнесмен, и непьющий, и драгоценности дарит. Стасик, вот сколько я живу у вас в соседях, а все не нарадуюсь на вас. Я, извините. Стасик, ты спешишь, да? Ну да. Мы хотим, чтобы молодежь наконец поняла, что не военкомат за вами бегает, забрал и увез. Мы совместно с вами выполняем, так сказать, государственную задачу. Ну, наконец-то. Ты чего так долго? Я уж хотела учеников за тобой посылать. А что такое? Ты посмотри. Твоего бывшего по телевизору показывают. Господи. Коля. Угу. Да, между прочим, он уже полковник. И его назначили командиром части в нашей области. Фантастика. Ты знаешь, почти не изменилась. Да. Я рада за него. Он этого достоин. Наташка. Такого мужика упустила. Что там упустила? Можно сказать, сама своими руками кому-то подарила такое счастье. Так не начинай, а? Ну, помоталась ты с ним по гарнизонам. Ну, не уделял он времени ни тебе, ни ребенку. Зато сейчас, ну-то посмотри. Полковничьей женой была бы. Значит, меня вполне устраивает, что я жена Стаса. У нас все очень хорошо. Что за разговоры такие? Сейчас к нам и пристало. Я не сомневаюсь, что у вас все хорошо. Но все-таки никогда не задумывалась, что было бы, если бы ты тогда, мать, не послушалась и осталась с Николаем, а? А история не знает со слагательных наклонений. Ты, Катя, как историк, должна была бы об этом помнить. Ой-ой-ой, уела так уела. А ты опять в поликлинику? Да, опять. Не, ну, прям ничего не ускороешь в этом малюсеньком городишке. Ну, я быстренько туда и обратно. У меня окно небольшое. Хорошо, хоть и Ванька вырвался отсюда в город. Дай бог у него есть тут все будет нормально. Ответу. Ну, беги! Бегу. Прикроешь меня, если что? Прикрою. Привет. Привет. Ты что зови? Ты пересдай, что опоздаем? Да иди без меня. Не понял. Да мне уехать просто надо, Сань. Ты совсем обалдел? Ты второй раз экзамен хочешь завалить? Ну, потом приеду, пересдам еще раз. Если тебе разрешат. Ты же знаешь Геннадия Анатольевича. Да знаю, а что делать? Машка перестала писать. На звонки не отвечает. Раньше по 10 смс в день, сейчас не отдал. Слушай, ты из-за этой ерунды, да? Это не ерунда. Мало ли случилось чего. Ну, может, ты сначала сдашь, а потом поедешь и узнаешь? Нет, Сань, я сейчас поеду. Давай, не пух тебе. Ну, интересно мне, что это за Маша? Ты хоть бы познакомил. Потом. Ладно, счастливо. Пока. Пока. Машенька! Маша! Маш! Маш! Ну, ты чего? Я тебя же зову, зову. Пойдем, пойдем. Обед уже давно. Я не хочу есть. Ты что это значит, я не хочу? Ой, Севка. Просто слады мне с тобой нет. Не можем мы жить, чтобы горе себе не выдумать. Маш, ну, всю ж ночь не спала. Были бы живы твои родители. Бабуль! Маша! Пойдем-ка все-таки поедим. Ну, небось, никуда твой Ваня не денется. На каникулы приедет. Маш! Бабуль! Что? Твой Ваня здесь ни при чем. А кто здесь при чем? Маш! Машенька! Тамара Алексеевна, ну, чего молчите-то? Ой, Наташенька, к сожалению, не могу тебя порадовать ничем. Назначенное мной лечение пока не действует. Ну, вот, впрочем, через пару дней придут результаты новых анализов. Так посмотрим. Понятно. Наташенька, ну, что ж ты так сокрушаешься? Да у тебя же, вон, Ваня есть. Ну, помню, как вчера его грудного, вон, новорожденного на руках держала. А теперь, вон, какой парень-то выгмахал, а? У него уже скоро свои дети будут. Наташа Алексеевна, Стас очень хочет своего ребенка. Ну, давай не будем отчаиваться, а? Хорошо? Ладно, побегу. Спасибо. Счастливо. Да что ж такое. О, привет. Привет. А я тут решил кран починить. Молодец. Что случилось? При клинике была. Ну и? Ничего нового. Ну, не расстаивайся, мать. Ага. Все будет хорошо. Будут у нас сейчас с тобой дети. Много. Ланька, уехал так пусто без него. Пусто тебе? Ну, тогда пойдем. А ну-ка, вставай. Ну, да. Вставай, вставай. Хватит, вставай. А ну-ка, пошли, пойдем, пойдем. Будем делать детей, пока не получится. Старочек. Ну, вот видишь, лучше же смеяться, чем гласить, правда? Ну, тише. Тем более забыла. Чего? Ну, ты даешь. Что? Юбилей у нас. Пять лет вместе. Господи. Так ты поэтому решил кран-то наконец починить? Слушай, до этого сантехника пока дождешься. Все будет хорошо. А ты куда собрался-то? Я? В магазин. Продолжить купить. Ты правда праздновать собрался? Конечно, правда. Следующую годовщину в новой квартире будем исправлять. Обещаю. Шалин. Здорово, студент. Привет, Стас. Куда путь держишь? Да вообще, к вам с мамой приехал навестить. К нам говоришь? И поэтому прямиком мимо нашего дома, да? Да я сейчас по делам быстро сбегаю и вернусь. По делам? Да. Ну-ка, давай садись в машину. Да я быстро саду. Садись в машину, говорю. А вот и мой подарок. Ты с ума сошел? От всего сердца. Поздравляю. Да, и еще, еще. Я хотел бы сказать тост. Ты видела? О, боже. Ну ты даешь. Вань, посмотри. Вань, я бы хотел выпить за твою маму. За этого просто чудесного, замечательного человека, которого мы все любим. За тебя. Ой, спасибо. Давайте про... Мам, а я тоже тебе подарок привез. Во. Держи. Положай. О-о. Спасибо. Вы хорошие. Поздравляю. Спасибо большое. Мам, можно я к Машу пойду? Конечно, иди. Уже журок и ерзай. Вы видели? Стас, ты посмотри. О, боже. Ты когда ремонт-то будешь делать? Да какой ремонт? Мы же скоро в город переезжаем. Ванька в институт поступил. Наконец собрались, да? Да. Ну, тогда за вас. Ага, сейчас я на секунду. Спасибо. Сейчас. Ну, все равно за вас. Давайте. Вань. А, мам, ты же не обижаешься, я могу пойти? Конечно. Скажи честно, ты Машке свое кольцо купил? Э, нет, я тебе его купил. Ну, подожди, что ты глупый, ты глупый. Неужели я не понимаю? Бери. Я сказала, бери. Мам, ну, ты самая лучшая у меня. Я в курсе. Стой, подожди. Все. Беги. Машка, Машка, привет. Хорошее мое, привет. Ты как? Здравствуй. Ты что здесь делаешь? К тебе приехал, я так соскучился, Маша. Волновался, почему ты мне не звонишь, не перезваниваешь. Все нормально? У тебя что-то случилось? Ничего не случилось. Ты грустная какая-то. Ну, ничего, я сейчас все исправлю. А? Держи это тебе. Не с бриллиантом, конечно, но должно подойти. Нравится? Маша. Вань. А помнишь, как я просила тебя не уезжать, когда ты поступил в институт, а я нет? Помню. А ты что, обижаешься меня? Ты тогда сказал, что мы будем любить друг друга на расстоянии, что мы все выдержим. Помнишь? Ну, помню, конечно. Так вот не выдержала наша любовь. Чего? Чего ты такое говоришь, Маша? Прости, нам нужно расстаться. Что? Прости. Маша. Не надо идти за мной. Прости. КОНЕЦ Ты че так рано? Вань! Что с тобой? Ванюш, ты че делаешь-то? Вань! Ты че... Вань! Вань, что случилось? Ваня! Ты же не пил никогда, ты чего? Да, мам, не пил. И не курил. И в институт поступил, как ты хотела. Идеальный мальчик. Что произошло? Ничего не произошло. Только идеальные никому не нужны. Нужны те, которые рядом будут в нужную минуту. Ну, хорошо, что случилось, а? Ничего, меня Маша бросила. А я теперь твой институт брошу. И верну ее, и буду с ней. Да ты что? Не подожди, мой хороший. Ты что? Папа, привет. Тяжелая артиллерия подтянулась. Привет. Вань, пап. Ты видел? Че я это сниму? Говори, что Маша его бросила. Ты посмотри, что он учудил. Он стакан водки сейчас залпом у меня на глазах выпил. Ты представляешь? Слушай, наверное, с ним надо поговорить, чтобы он дров-то не наломал. Стас, поговори с ним, пожалуйста. Вдруг он глупости наделает. Стас. М? Ты слышишь, что я тебе говорю? Конечно. Чего я ему скажу-то? Я знаю, что мужики друг другу в таких ситуациях говорят. Просто все будет нормально, что на этом жизнь не заканчивается. Что это не конец света. Я не знаю, ну что говорят в таких случаях. Хорошо. Хорошо, поговорю, поговорю. Приехали. Тебе чего? Давай поговорим. Стас, отстань, не буду я с тобой разговаривать. Ну что ты ведешь себя как пацан, а? Я тебе уже все сказал. Я буду добиваться Машу. Чего непонятного-то? Господи, заладил. Я буду добиваться Машу. Как мальчишка сопливый. Знаешь, тебе сколько их еще будет? Как электричек. Одна пришла, другая ушла. Может, и мама моя для тебя электричка, а? Так, слушай, ты только мать не тронь, ладно сейчас? Речь вообще не о ней, а о тебе. А что ж ты тогда в мою личную жизнь-то лезешь, а? Ну, ты потому что маленький еще нам указывать. Девчонка его бросила. Бог ты мой. И он так решил всю свою жизнь под откос пустить. Да, мол, герой. Так, все, хватит, Стас, выйди из моей комнаты. А, да никуда я не пойду. А пойдешь ты сейчас к своей матери и скажешь, что ты возвращаешься в институт. Понял? А ты кто такой? Ты мне даже не отец. Так что выйди из моей комнаты, а я сам решу, что мне делать. Не отец, значит? Не отец. Ладно. Ну, чего? Стас. Да упёртый, как баран. Стас. Что Стас? Я что, не прав? Заладил одно и то же. Я её добьюсь, я её добьюсь. Он ребёнок. Ничего себе ребёнок. Мужик уже 19 лет. В армию пора. У него проблемы, он на нас срывается. Ты сам сейчас себя как ребёнок ведёшь. Ну, конечно. Я же не отец родной. Те у меня права, так? Только деньги зарабатыватель. Ладно, прости меня. Да. Прости. Слушай, мне пройтись надо. Иди. Стас! Стас! Привет. Привет. Ты что здесь делаешь? Тебя жду. Ты что, коровышь меня, что ли? Я просто гуляла. Гуляла. Садись в машину, вы стоите. Ну вот. Такой, как прежде. А я бояться тебя начала. Смотришь на меня, как будто я в чём-то виновата. Слушай, поговорить надо. О чём? Ты понимаешь, ты понимаешь, да насчёт Вани. Ну, я сказала ему, что между нами всё кончено. Сказала, сказала, но мне кажется, что он не понял. Погоди с ним ещё раз, я тебя прошу. Ну, объясни ты ему, что нельзя. Он не тут хочет бросить. Ну, я так стыдно перед ним. Ну, я безумно счастлива с тобой. Это нехорошо, да? Ну, ты поговоришь с ним. Да. Да. И ещё раз да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Привет. А где Стас? Спит ещё. А что? Мам, прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. Ну и со Стасом я погорячился. Да ладно, ничего. Хорошо, что ты понимаешь. Но всё-таки ты... И всё-таки я останусь при своём мнении. Я сказал, в институт я не вернусь. Да делай ты, что хочешь. Врочишь институт, в армию загремишь. Мам, ну, перестань. Может, в этот призыв пронесёт. А, ну... Я пока на работу устроюсь. Угу. Пойму вообще, что происходит. Машу верну. Я пошёл. Иди. Здравствуйте, Полина Ивановна. А Маша дома? Здравствуй, Ванюш. А ты чё это не в институте-то? В гости приехал. О, в гости. Посреди учебного-то года. Нет, Маша, ушла. А куда ушла? Ну, я-то почём знаю. Собралась, ушла. Может, я её подожду? Она с утра ушла. Понятно. Полина Ивановна, вы её когда увидите, скажите, что я заходил. Мне очень с ней поговорить нужно. Да ладно, скажу, скажу. Спасибо большое. Всего доброго. Счастливо, счастливо. Маш. Маш. Ну, из чего это так с Ваней-то? Ну, что между вами произошло-то? Бабуль, пожалуйста, не приставай ко мне. У меня и без Вани сегодня дело по горлу. Ну. Ну, дело у неё по горлу. Деловушка какая. Ну, морозец, да? Машкин хотел. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Не застал видать. Да где ж её застанешь-то? Всё гуляет. Да что вы, я вам скажу, история обалдеть. Слушай, может быть, давай я тебя всё-таки подвезу? Ты с ума сошёл? На электричке в тысячу раз быстрее будет. Потом тебе же встреча какая-то, не дай бог, опоздаешь. Ну, ты уверена, что ты хочешь что-то сделать? Нет, я не уверена, я просто хочу попробовать. Поеду в институт, поговорю с ректором, чтобы он его сразу не отчислял. А там посмотрим. Ну, будем надеяться. Давай, пока. Позвони мне. Хорошо. Давай. Пока. Маш. Маш. Маш, привет. Привет. Два часа бегаю по городу, ищу тебя. Звоню, ты не отвечаешь? Да, я тоже хотела с тобой поговорить. Послушай, Маш, теперь всё будет по-другому. Что бы ни случилось, мы будем вместе. Прости, что я тогда тебя оставил и уехал. Я теперь брошу институт, и мы будем вместе. Вань, не надо. Ну, я так хочу, Маш. Вань, я так не хочу. Вань, я другого люблю, понимаешь? Вот ты это специально мне говоришь, потому что ты меня ещё не простила. Да нет же. Ну, тогда скажи мне, кто он? Я не могу. Ну, вот видишь, это потому что ты меня не простила. Вань, ты меня слышишь вообще? Я тебя не люблю. Я люблю другого. Маш. Ваня. А ты что здесь делаешь, мам? Привет. А меня Стас до станции подкинул. Хочу к тебе в институт съездить. Может, ты со мной? Мам, ты можешь отстать от меня со своим институтом? Пожалуйста. Вань, Вань, Вань! Я на площади. Ну, где обычно встречаемся с тобой? Вот я. Видишь? Привет. Я всё рассказала. У тебя такие руки тёплые. Слушай, нам надо поговорить. Ну, о чём? Ну, я так понимаю, что из разговора с Ваней у тебя ничего не вышло. Молодец. Я почему-то так и думал. Послушай. Ты помнишь, когда мы с тобой начали встречаться, я сказал тебе, что не брошу Наталью ни при каких обстоятельствах? И? Понимаешь, сейчас сложилась такая ситуация очень непростая. И Ванька себе места не находит. Ты хочешь меня бросить? Нет, пожалуйста. Не надо меня бросить. Я брошу тебя. Я без тебя не могу. Я прошу тебя. Ну, успокойся. Я не хочу тебя бросить. Я просто хотел сказать, давай прекратим встречаться на время. Ну, на время. Пока всё это не уляжется. Пока Ваня не вернётся в институт. А там, ну, всё будет. А ты меня точно не бросишь? Ну, конечно, нет. Ну, хорошо. Я так тебя люблю. Правда, правда. Да, вот и поговорили. Добрый вечер, Камюка. Стоит, ты не бежда. Ты знакомишь? Сейчас. Спасибо. Повтори, пожалуйста. Ванька, ты что ли? Да ладно. Здорово, родной. Привет, Валя. Каким судьбами, а? Да так, по делам приехал. Вы лучше расскажите, как, чего, где. Со школы вас не видели. Да я ещё на камнерезу учусь. У нас тут открыли курсы. Отлично. А Ромка вон в автомастерской Паши. Ну, отлично. Неплохо зарабатываете, раз в ресторане пьёте. Ну, не каждый день, но вон о жизни жалуемся. Так ты не ответь. Какими судьбами? Я же говорю, по делам приехал. Да нет, здесь как ты оказался. Ну, ты же не пьющий спортсмен. Спортсмен был. Да ладно вам. Долгая история. Давайте лучше выпим. До встречи. Давай. Маш, я люблю тебя. Вань, ты пьяный, что ли? Я же тебе уже сказала, это всё в прошлом. Нет, не в прошлом. Я пока был в институте, каждый день только о тебе думал. Хотел вернуться и всё бросить. Сейчас жалею только о том, что не сделал этого раньше. Вань, пожалуйста, я тебя попросила. Мне ничего без тебя не нужно, Маш. Будь моей женой. Вань, ты с ума сошёл? Что? Хочешь, я на колени встану? Я всё готов сделать, чтобы ты счастлива только была. Вань, не уходи, пожалуйста. Маша! Я тебя прошу. Ну, ты чего не понимаешь? Я предлагаю тебе быть моей женой. Вань, не мучай меня, пожалуйста, уйди. Маш, Маш! Ваш сын, студент первого курса нашего института, Иван Свиридов, очень способный юноша. Тем не менее, при всех своих способностях он крайне неорганизован. Сессию завалил. На пересдачу не явился. Геннадий Анатольевич, он сдаст. Я... Когда? Новый семестр уже начался, а его нет на лекциях. А с просьбой об академическом отпуске он присылает маму. Да нет, ты что, он меня не присылал. Это моя личная инициатива. Даже так? Простите, но мне не кажется, что ваш сын горит желанием продолжать учёбу в нашем институте. Позавчера мной был подписан приказ об отчислении нескольких студентов. Среди них и ваш сын. Подождите, как об отчислении? Он же попадает под призыв в армию. Геннадий Анатольевич, я сама педагог, я всё это понимаю, но... Скорее всего, так и произойдёт. Может, хоть в армии он научится дисциплине. А теперь, простите великодушно, у меня очень мало времени. Я вас прекрасно понимаю. Я сама педагог. Геннадий Анатольевич, ради бога... Да нет, не получилось. Ну, хорошо, так. Ну, потому что поздно, Кать. Уже приказ подписали. Всё, он отчислен. Ну, такая смешная, я не могу не волноваться. Ему армия светит. Что? Ничего не слышу. Кому обратиться? К кому? К Николаю? Как ты себе это представляешь? Что? Нет, я не могу. Нет. Маша, я же просил тебе, не звони мне. Не надо, ни вечером, ни когда. Я сам... Алло, я сам тебе позвоню. Всё, давай. Привет, Ваня. Привет. Ты знаешь... Ты что, напился, что ли? Ну-ка, сядь. Сядь, сядь, сядь. Ну, что ты делаешь, а? Что, ничуть цвет, не заря. Я... Давай-ка поговорим, а? Ага. Вань, что происходит? Тебя когда-нибудь бросали? Ну, допустим. И что ты делал? Да, если честно, то же самое, что и ты. Пил и переживал. Ну, вот. Постой, постой, постой. Да, меня бросали, но не предавали. Разницу сечёшь? А она тебя предала. Провиняла на другого мужика. Откуда ты знаешь? Что? Что ради другого. Ты ты ж в гадалки не ходи. Всё ж видно. Да и вообще, ради чего ещё может девчонка бросить такого горного хлопца, как ты? Я прошу тебя, ну, возьми себя в руки, ты ж мужик. Да хватит тебе за ней бегать. Найдёшь себе другую. Всё. Разговор окончен. Спасибо за совет. Но я уже решил, что буду Машу любоваться. Вань. Вань, выпас... Чёрт, упертый. Стас. Слушай, ты как, напишусь-то тут? Пошу, конечно, да? Слушай, мне что-то через день... Через день ставят? Не, ну, меня на усиление вызывают. Да? Да. Мне обещали там больше платить. Наташа? Привет. Здравствуй. Меня искала или так мимо проходила? Тебя искала. Совершенно случайно узнала, что тебя сюда перевели. Я на самом деле по делу насчёт Вани. Поговорим? Поговорим. Не на морозе, там кафешка есть. Пойдём, сядем, поговорим. Как Ванька-то? Рассказывай. Как поживаете? Стас, ну почему ты трубку не берёшь? Ты что, действительно хочешь, чтобы я Ваньку от армии отмазал? Я хочу, чтобы он окончил институт. Тебе не кажется, что ты ломаешь ему жизнь? Он взрослый мужик, пусть сам решает, что ему надо. Ты меня на сих пор ненавидишь, да? Наташа. Господи, Коля. Коль, да я сама себя тогда ненавидела. Ты вообще вспомни, как мы с тобой жили. Да, я слабая. Да, я не выдержала этих бесконечных мотаний по гарнизонам. Тут Уркестан, тут Дальний Восток. Нет, для тебя это нормально. Для меня это было невыносимо. Ты вообще вспомни. У нас Ванька, когда был маленький, он же постоянно болел. У меня мама каждый день капала на мозг, что такому маленькому ребенку не место в казарме. Ты, наверное, думаешь, что я ничего не понимаю. Я знаю, что я очень подло поступила. Я тебе даже с сыном не дала попрощаться. А знаешь почему? Если бы я тогда с тобой поговорила, я бы просто не смогла от тебя уехать, понимаешь? Вот, Наташа. Все это уже в прошлом. Я даже рада, что я тебе все это сказала. Знаешь, я очень давно хотела это сказать. Ну, прости меня. Прости. Так о чем мы с тобой говорили, о Ваньке? Настя, документы к поездке готовы? Конечно. Вот, все здесь. Ага, давай. Только подождите, вас там девушка ожидает в приемной. Какая еще девушка? И я не знаю. Она сказала, что у нее очень важное дело. Но я предупреждала, что вам некогда. Черт возьми. Ты что творишь? Нам нужно поговорить. Своим. Ты зачем пришла ко мне в офис? Ты что, с ума что ли сошла? Я же тебе говорил, что этого нельзя делать. Ты не брал трубку. Господи, да, я не брал трубку. Извини, но я занят. Или я на работе. Или, прости, но у меня семья. Пожалуйста, мне нужно тебе сказать. Что ты мне хочешь сказать, а? Давай так, ну-ка садись. Садись. Садись и говори. Ну, давай. Я слушаю, у меня время. Командировка. Я не могу, когда ты такой. Какое? Ну, какое? Какое? Ну, какое? Что ты не можешь? Это нормальная. Не может она. Ладно. Зато я могу. Значит, слушай меня внимательно. И только спокойно. Считай, что мы расстались. Что? Ты больше не любишь меня? Ну, при чем тут любишь? Ли, не любишь? Не любишь? Ну, хорошо. Да, я тебя не люблю. Я тебя не люблю. Все. И никогда не любил. Я люблю свою жену. Ну, перестань реветь. Ну, я больше. Ну, что зачем? Зачем тогда все это было? Ну, что у тебя? Не успокойся. Не успокойся. Не успокойся. Ну, что ты? Ну, мы познакомились. Ну, встретились с ним. Ну, что? Понравились друг другу. Ну, посмотрели на себя. Какой мужик устоит. Не трогай меня больше. Ну, послушай, Маш, ну, я прошу. Все, отстань. Слушай. Простите, что я отвлекаю? Я забронировала номер в гостинице, как вы просили. Станислав Александрович. С вами все в порядке? Да нет, не все. Вон, видишь, приходила знакомая. Моих знакомых. У нее там какие-то проблемы имущественного характера. И я посоветовал ей хорошего адвоката. Переживаю. Ну, что стоишь? Свободно. Я, Наташа, действительно думаю, зря ты волнуешься насчет Ивана. Отслужит он в армии, как все, возмужает. Ему это только на пользу пойдет. И ты перестанешь так за него беспокоиться. Ну, он не готов. Ты понимаешь? Ну, пусть мальчик сначала окончит институт. Я тебя прошу. Это его решение. Ты просто скажи, ты можешь помочь или нет? Ну, не знаю. Есть у меня один человек, к которому я бы мог обратиться. Спасибо. Ну, я говорю, что попробую. От срочку от армии получить не так-то просто. Я знаю, что у тебя получится. Я знаю. Как семейная жизнь? Ну, хорошо. Мужу свой бизнес. Я преподаю. У нас все хорошо. Как ты? Да лучше не придумаешь. Все, Наташ, мне пора. Пойду расплачусь. Алло, Наташ, а ты где? А, понятно. Домой едешь? Слушай, я в командировку уезжаю на пару дней, да? Нет, нет, не волнуйся. Я приеду, наберу, ладно? Ну, все, давай. Люблю тебя. А? Целую. Борь. М? Спасибо, что ко мне пришел. Ну, как видишь, не поленился. А теперь расскажи мне, Коля, как ты докатился до жизни такой? Ты потомственный военный, боевой офицер. И вдруг решила отмазать сына от армии. Борь, сколько лет мы с тобой знакомы? Ну, без малого лет 30. Я тебя когда-нибудь о чем-нибудь просил? Ну, не припомню. Поэтому удивляюсь. Можно я тогда не буду вдаваться в подробности? Коль, это же должностное преступление. Понимаю. Ну, я очень тебя прошу. Ладно. Возьму грех на душу. Но только ради тебя. Спасибо. Эх, Коля, Коля. Давай. Анатолия Сергеевна. Слушай, какое направление на оборудов? Анализ Марипанков. Пожалуйста, не надо меня уговаривать. Я уже для себя все решила. Ты что думаешь? Это что, это просто так? Это стресс для организма. Тем более первая беременность. Могут быть вредные последствия. Я уже не говорю про то, что сама себя потом казни. Всю жизнь будешь. До свидания. Маш. Маша! Лидочка, долго буду ждать? Маша, подожди. Стой. Ну, конечно. Стой. Ты что, беременна? Откуда вы знаете? Я случайно. Я просто в коридоре. Подслушали? Мила. Подожди, не злись. Это гормоны. Пройдет. Что пройдет? Беременность? Сама рассосется? Дочка. Ты понимаешь, что ребенок – это не беда. Это сумасшедшее счастье. Машка, я очень рада. Ты представляешь, как Ваня будет рада. Вы ничего не понимаете. Я-то думаю, что у вас там происходит? Это не его ребенок. В смысле? Наталья Петровна, это ребенок не вашего сына. Что? Наташа. Это что это она сейчас сказала-то? Я в гости пригласила. Она мне купила почетки, и я поехала потом в Калифорнию. Здравствуй, Степан. Ой, Полина Ивановна. Здравствуй. Ты слышала? Машка-то твоя. Чего Машка? Залетела. Ну, оно, конечно, дело молодое, нехитрое. А ребенок-то чей? А у Степана. Язык у тебя как помело. Слышала звон, не знаешь, где он. Ну, конечно. Все нормально у нас с Машей. Хочу бы ничего не говорить-то. Ну и хорошо. Скрытная такая. Скрытная? Дома уже. Ну, гуляла, значит? Я по делам ходила. Знаю я твои дела. Да вошли. Опозорила? На весь город? Что? Ты мне вот что, девка, скажи. Правда ли люди говорят? Пузо-то нагуляла? Кто тебе сказал? Значит, правда. Господи, я же себя растила. Ночей не спала. Все лучшее, внученьки. А внученька вот чем отмотила. Банюшка, ну, пожалуйста, не надо, я тебя прошу. Устроила. Устроила позорище на весь город. Из одной койки в другую прыгать. От одного мужика к другому. Молчи, пожалуйста, я прошу тебя. Илья, скажи, как? Как я людям в глаза-то теперь смотреть буду? Выросил штанову на свою голову. Знаешь что, больше ты меня не увидишь. Истатель-то дорожка. Вань. Да. А, ты здесь? Ванюш, сядь. Зачем? Сядь, я тебе сказала. Мам, сколько можно мусолить одно и то же? Я тебе уже сказал, в институт я не вернусь. Все. Послушай, послушай, ты же у меня взрослый человек. Ты же понимаешь, что в жизни не все всегда складывается так, как нам этого хочется, да? Ну, началось. Но жизнь на этом не заканчивается. Значит, Маша твоя, это пройденный этап. И не смей из-за нее губить свою жизнь. Можно я сам буду решать? Ты мне сказала, за любовь нужно бороться. Господи, ну, конечно, бороться. Если есть за что, Ваня. Все, разговор окончен. Сядь, выслушай меня. Ты вообще в курсе, что твоя мужа беременна? Не от тебя, Ваня. Чего ты молчишь? Родной мой, я знаю, что это тяжело. Я все понимаю. Ты откуда знаешь? Я видела, как она направление на аборт берет. Так, значит, она не хочет этого ребенка. Господи, да какая разница. Ваня, тебе какое дело? Ты понимаешь, что пусть она сама, это Маша, со своим разбирается. Да это значит, что у них не все так хорошо, ты понимаешь, мам? Да что? Тихо, 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 ты куда? Не важно. Да куда, как не важно? Мам, ну ты не понимаешь, что ли? Мне нужно с ней поговорить. О чем? Ваня, о чем с ней теперь разговаривать? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Маша! Маша! Пусти меня. Успокойся. Успокойся. Тихо, ты ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь, я беременна. Я знаю. А он меня бросил. Да это я тоже знаю. Успокойся, я говорю. Успокойся! Тихо, мой хороший. Маша. Маша. Тебя очень люблю. Жить с тобой хочу. Только с тобой. Ребенка-то усыновлю. Все будет хорошо. Слышишь? Ты сейчас так говоришь. А потом ты меня бросишь, как и он. Нет больше его, слышишь? Есть только ты, я и ребенок. Мы поженимся. Живем пока у меня, а потом квартиру сниму. Ты правда этого хочешь? Ну, конечно, хочу. Я вас не брошу. Не сделаю, как когда-то сделал мой отец со мной и с мамой. Пойдем домой. Я не могу. Твоя мама и... Ой, отчимы. Они, наверное, будут против. Они все поймут. Пойдем. Нет. Маша, пойдем, я говорю. Пойдем со мной. Пойдем. Все будет хорошо. Не переживай. Все будет хорошо. Внимание. Электропоистор кодеку отправляется со второй платформы. Будьте осторожны. Ваня, ты? Да, мам. Что? Пойдем? Пойдем. Пойдем. Ваня. Что? Пойдем. Привет, мам. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте. В общем, мы с Машей решили пожениться. Можно она пока у нас поживет, если ты не против? Серьезно? Да. Вообще-то неплохо было бы для начала с родителями посоветоваться. Ну вот я и советуюсь. Но ты же не против, мам. Ну вот завтра Стас приедет из командировки, будем обсуждать. Да ладно, перестань. Простите, пожалуйста, мне не надо было приходить. Маш, подожди, мам. Что же ты сделала? Верни ее. Это плохая идея, ты сам не понимаешь? Как человек в отчаянии. Я тебя очень прошу, помоги. Ты уверен, что ты делаешь правильно? Абсолютно уверен. Ладно. Останься, я сама. Наталья Петровна, я уже ухожу. Да не надо тебе никуда уходить, Маш. Дай сюда, дай. Я же знаю, что вы не хотите, чтобы я осталась. Зачем вы это говорите? Какая разница, чего хочу я, Маша? Для меня важно, чего хочет Ваня. Понятно? Вы осуждаете меня? Нет. Я я не могу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да брось ты его уже. СССР. Сантехника вызовем и все. Блин. Ну все, хватит. Хватит возиться. Давай мой руки и садись завтракать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чего теперь делать-то будешь? Ну, как чего? Устроюсь на работу. Мне теперь семью кормить надо. Ну да. Я забыла, у тебя ж теперь семья. Мам, ну ладно тебе. Ромку помнишь? Учились с ним вместе. Вот в автосервисе работает, обещал у меня устроить. Ты в этом ничего не понимаешь. Ничего страшного, научусь. Я же хотел быть биохимиком. Вот, пожалуйста, у них покрасочный цех там есть. Можно начать с АЗОВ. А потом на заводчиную поступлю. То же самое образование, плюс еще опыт работы. А еще плюс Маша и чужой ребенок. Мам, ну перестань. Это будет мой ребенок. Я люблю Машу, понимаешь это? Ты башкой своей подумал? А вдруг объявится настоящий отец этого ребенка? Ты хоть спроси у нее, кто он такой. Я даже знать этого не хочу. Не появится, не переживай. Я ее люблю. И прошу, чтобы ты меня в этом поддержала. Чего? Ничего. Смотрю на тебя и думаю, господи, неужели ты действительно так быстро повзрослела? Или ты просто лопух, которого используют? Да, мам. Я лопух. Ну и счастливый лопух. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, зайка. Садись кушать. Я пошел? Угу. Садись. Простите, пожалуйста, я проспала. Вы меня разбудите в следующий раз. Я вам завтраком помогу. Ешь. Правда, я не хочу быть дармоедкой. Вы скажите, может быть, по дому нужно чем-нибудь помочь? Я все умею. Я правда помогу. Маша, да не надо ничего. Я в магазин. Тебе что-нибудь купить? Может, витамины? Да нет, спасибо. Ешь. Машин. Я не могу. Машин. 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 Я не вижу. Я кухню. Я не могу. Машин. Машин. Садись. Продолжение следует... Я не понял. Ты что здесь делаешь? Убираюсь. А где Наташа? В магазин ушла. Я тебя спрашиваю, ты что делаешь в моем доме? Я здесь живу. Меня сюда позвал Ваня, и мы с ним поженимся. Что? Очень смешно. Ты умнее. Ничего не могла придумать. Так. А, я понял. Ты решила меня через мою семью достать, да? Что ты хочешь от меня? Меня? Мне? Ты думаешь, весь мир вертится вокруг тебя? Ты слишком зациклен на себе. Ты мне зубы не заговаривай, ладно? Я спрашиваю тебя, чего ты от меня хочешь? Я хочу. Я хочу любви. Любить и быть любимым. И Ваня мне это даст. Что? В отличие от тебя, он настоящий мужчина. Понимаешь? Ты мизинца его не стоишь. Понимаешь? Ой. Наташа, я тебе сейчас все объясню. Это он? Наташа, послушай. Отчет своего ребенка. Он? Какого ребенка? Опа. Слушай, я... Поздравляю тебя. Наконец-то станешь папой. Как? Да я... Ромка! О! О! Здорово! Здорово! Ну что? Ну, глянь. Как тебе? Нравится? Да отлично все. Так придется тебе меня поднатаскать. Я в технике-то не алло. Не боись, интеллигенция. Не можешь, научим. Так не хочешь за 100 лет. Это правильно. Василь, что? Вань, помнишь, я тебе про него рассказывал? В городе на химику учился. Ты как раз говорил, что в покрасочной люди. Нужны. Здравствуйте. Привет. Замажешься? Работа у нас не очень чистая. Ничего. Василь, да Ванька, он свой человек. Он на работу сюда и пришел. Ну, раз пришел. Ну, давай приходи завтра, раз свой человек. А там поглядим, что ты за птицей. Влады. Спасибо. Ну, я же тебе говорю, что тебе толстый. Спасибо, Ромка. А вас сколько приходить-то? Да завтра с утра. Только оденьте, погрязни. Хорошо. К вас не нормально? Нормально. Успокойся. Я спокойна. Мать своего ребенка давай успокаивай. Слушай, ну давай поговорим. Пошел ты. Может разведут нас с тобой быстро? Совместных детей-то у нас нет. Сможете пожениться? Как ты за нас все быстро решила? Да плевать я хотела на вас. Я про Ваню думаю. Его это убьет. Господи. Его это сломает. Я прошу тебя успокойся. Я что-нибудь придумаю. Я поговорю с ним. Так заткнись. Значит так. Мы все будем вести себя, как обычно. Я сделаю так, что его как можно быстрее заберут в армию, а до тех пор мы будем делать вид, что у нас все нормально. Так он же все равно все узнает. Ничего не узнает. Он идет в армию на год. А вы валите потом куда хотите. А дальше разберемся. Ты меня поняла? Тварь. Ну все, все, ну хватит, хватит реветь. Успокойся. На, выпей воды. Давай, давай, давай. Пей, 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 пей. Чего ж ты сразу мне не сказала, что беременна? Ну, Стас, я же пыталась. Помнишь, тогда у тебя в офисе? А ты не стал меня слушать. Ну, извини. Ну, я же не знал, что ты… Ну, что ты, ну… Стас, скажи, что теперь делать? Ну, успокойся, я прошу тебя. Придумай им что-нибудь. Попозже. Конечно, мы… Стас! О, ты уже приехал? Здорово, да. Чего ж ты не сказал, что у тебя… Привет, Машка. Привет. Ты уже знаешь, можно она у нас поживет, а? Ты не против? Конечно, можно. Ну вот, видишь. А то она больше всех тебя боялась, но я сказал, что ты классный, все поймешь. Маша, чего меня бояться? Я, конечно, не такой классный. Живите у нас, Маша. Чувствуйте себя, как дома. Так, ладно, мне на работу пора. Ну вот, видишь, мои родители тебя любят. Ваня! Пожалуйста, прости, я просто… Я очень устала, я хочу полежать немножко. А я на работу устроился, если кому интересно. А я говорю, чтоб к завтрашнему дню все было закончено. Понятно, майор? Можно? Это приказ. Все, разговор окончен. Ну, не могу я в этом кабинете. Не мое это. Насчет Ваньки, ты не волнуйся. Я порешал, не пойдет он в армию. Надо, чтоб и пошел. В смысле? Куль, скажи, а получится забрать его как можно быстрее? Можешь взять его к себе в часть? Ну, чтобы ты мог за ним присматривать? Наташа, что произошло? Ничего по какому не произошло. Но произойдет, если он останется новый, я не отчувствую, понимаешь? А ну, давай, рассказывай. Я не могу, Коля, я не могу. Просто сделай, как я тебя прошу. Ты можешь? Ну, ты даешь. Спасибо, мам. А вы что, поссорились? Чего ты взял? Вас холодом за версту разит. Все нормально? Ну-ну. Ну, я так понимаю, Маша ужинать не будет? Говорила, что нет. Но я все равно ей отнесу. Вдруг поезд. Маша, Вань, не спишь? У-у-у. Я тебе покушать принес. Что-нибудь перекусишь? Вань, я не хочу есть. Ну, что такое, солнышко? Может, у тебя температура? Да нет. Может, врача вызовем? Не надо, Вань, это просто переутомление. Машуль, тебе нужно сейчас поправляться. Не только о себе теперь нужно думать. Вань! Прости, я не хотел. Вань, спасибо тебе за все. Ты обо мне заботишься, кормишь меня. Я обязательно что-нибудь поем, обещаю. Просто сейчас я хочу побыть одна. Хорошо? Да-да, Харенька. Вань! Что? Прости меня за все. Да перестань. Поправляйся. Наташа, я знаю, что очень виноват перед тобой, но то, что ты придумала и вся эта ситуация, которая сложилась, мне кажется, это просто ни в какие ворота. Не я ее такой сделала. Развод я тебе дам, потом катитесь на все четыре стороны. В ближайшее время будь добр, прояви все свои актерские способности. Какие способности? Которые ты проявлял последние несколько месяцев. Ты не волнуйся, я в самое ближайшее время съеду отсюда. А Маша пусть остается здесь. Если так, для Вани спокойнее. Наташа. Я сплю. Прости меня. Алло, здравствуйте, я по объявлению. Да, хотела бы квартиру продать. В хорошем доме. Высокие потолки, да. Ну, общие где-то восемьдесят квадратов. Приватизировано. Один собственник. Вы извините, я вам перезвоню чуть позже. Спасибо. Наташа, ты что, эту квартиру решила продавать? Да. Таз все-таки настоял, да? В город решили перебраться? Нет, я уезжаю, но совсем. Как? Наташа, почему? Что? Кать. Очень непростая история. Я обязательно тебе потом расскажу. Сейчас вообще не могу. Мне просто на урок надо. Прости. Наташа. Все нормально. Наташа, ну, потом. Прости. Пожалуйста, проходите. Видите, квартира у нас очень удобная, теплая, уютная, евроремонт. Вот, диван раскладывается. Спасибо, меня все устраивает. Извините, санузел у нас совмещенный. Спасибо, меня все устраивает. Давайте, если по деньгам мы договорились, то… Да, пожалуйста, как положено, за два месяца вперед. Разумеется. Так, ваш экземпляр, мой экземпляр. Ручку, пожалуйста, подпишите. Хорошо. Вы знаете, соседи у нас такие приветливые, добрые. Извините, я очень устал. Я бы хотел побыть один. Ну, хорошо, отдыхайте, пожалуйста. Вот ключики. Отдыхайте. До свидания. Э, студенты! Долго вы с этой коробкой возиться будете? Скоро, Васильевич. Скоро? Давай, давай! Шевелись! Эх, Ванька, и в технике ты тоже не разбираешься. Что значит «тоже»? А знаешь, что есть такие люди на свете, которые ни в чем не разбираются. Ничего вокруг себя не видят. Вот весь город видят, а они не видят. Ты о чем? Да это я так. Нет, Ромка сказала, говори «Б». А ты у Машки своей спроси. Слышь? Думай, что говоришь, она моя девушка. Пусти руки, придурок! Твоя ли? Услышь! Что ты от меня скрываешь? Господи, что случилось? Я тебя спрашиваю, что ты от меня скрываешь? Я тебе… Повестка тебе пришла. Какая повестка? В армию. Как армию? Ну, а как ты хотел? Ты же институт бросил. А почему так быстро? Я не могу, мам. У меня Маша беременная, мы скоро поженимся. Слушай, Вань, даже если ты прямо сейчас на ней женишься, от армии тебя это не спасет. Ну, я и обещал, как я могу, мам? Маша, ну а ты что молчишь, скажи? Действительно, Маша, скажи уже что-нибудь. Ну, а что я могу сказать, Вань? Раз призывали, значит, надо идти. Со мной все будет в порядке, правда. Не волнуйся за меня. Что у тебя с лицом? Ванька, все будет хорошо. Я тебе обещаю, все будет хорошо. А это что такое, мам? Отец тебя отвезет. Он начальник части, где ты будешь служить. Ну, здравствуйте, товарищ полковник. Не здравствуйте, а здравия желаю, привыкай. Давай в машину. Ладно, пусть попрощается. Ты там особо не гоняй его, ладно? Вань, спасибо тебе за все. Я... Береги себя, пожалуйста. И ты. Ну-ну-ну, а я-то? Ну, мам, все, пока. Поехали. Поехали. Наталья Петровна, простите меня, пожалуйста. Вы столько для меня сделали, были мне как мать. Бог простит. Бог простит. Стас, это я. Стас, это я. Как же здесь хорошо. Все. Это все твои вещи? Угу. Что, в порядке? Да, в порядке. Мы же с тобой наконец-то вместе. А Ваню в армию забрали. Ну, возможно, это даже хорошо. Скажи, а ты со мной только ради ребенка? Слушай, я прошу тебя, ну, не начинай. Тебе нельзя волноваться. Хорошо. А где у нас ванная? А вон дверь. А ты что пришел? А ты что пришел? Вот кран починил. Зря. Я уезжаю. Наташа. Я знаю, что я сволочь. Ну, прости меня, ради бога. Я... Ну, я не знаю, почему так все это получилось. Ты вроде взрослый, вменяемый человек. Ты не только меня предал. Ваньку. Мамашка, господи, она же совсем девчонка. Ты ей голову задурила, а теперь хочешь броситься ребенка? У тебя совесть есть. Я не брошу их. Я... то есть я не брошу ребенка. Я... я буду заботиться о нем. Ну, Наташа, я же не обязан жить с ними. Ты с ума сошел? Наташа, ну... Ну, прости меня, ради бога. Господи. Ты мне очень нужна. Только не уходи. Прости, пожалуйста. Тебе прощение мне нужно? Я тебя прощаю. А теперь уходи, пожалуйста, мне... Собираться надо. Бабушка, бабушка, что ж ты тяжести такие тащишь? Давай помогу. Гурочка. Привет. Машенька. А ты чего это все? По чужим людям-то слоняешься. Я не хочу тебя позорить, живя под одной крышей с тобой. Маш... Машенька, ну... Ну, прости ты меня. Дура старая, а? Да? Ну, хватит, довольно. Ну, возвращайся домой. Бабушка, я никуда не пойду. У меня все хорошо. Я живу с отцом моего ребенка. Как? С этим мерзавцем, который тебя бросил? Господи, я-то думал, что ты все у Ирки Михалевой. Господи. Это же я сама тебя толкнула в руки к этому подону, бабуль. Век себе этого не прощу. Успокойся, пожалуйста. Ну, почему подонок? Он очень хороший. И мы поженимся с ним скоро. Вот увидишь. Машенька. Все будет хорошо, бабушка. Пойдем домой. А? Нет, бабушка. Машенька, пойдем домой. А тебе письма были? Два письма. От кого? Из армии. От Вани. Идем, Маша. Ну, пойдем. Идем. А? Сейчас, подожди. Сейчас. Вот. А? Ты проходи, ты проходи. Ты проходи. Вань! Ваня! Привет, мама. Привет. 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 Какой ты стал, а? Какой? Да ладно. И так много времени прошло. Да нет, красавец. Форма тебе идет. Маша где, мам? Она с тобой? Ну, Вань, конечно, нет. Куда в ее положении в автобусе-то трястись? Ты что? Ты же понимаешь. Понимаю. Красавец. Она мне что-нибудь передавала? Здравия желаю. Ну, ясно. Ты как? Да я-то хорошо. Ты у меня какой! Боже мой! Здравствуй. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй. Здравствуй, Наташа. Рад тебя видеть. Поздравляю с присяги сына. Спасибо. Мам, спасибо, что приехала. Не буду вам мешать с товарищем полковником. Вань, подожди. Вань, Ваня! Так, похоже, я не вовремя вышел. Да нет, что-то, дело не в тебе. Ваня! Понятно. Вань, ты чего такой мрачный? Да ничего. Ты даже с матерью толком не поговорил. Или ты не только матч дал? Подруга продинамила? Че ты сказал? Эй, ты чего? Приполковники! Нормальный вообще? Завязывай, так шутить, понял? Ну, ладно, мне пора, пойду. Коль! Ты мне очень помогаешь. Мне спокойно, когда он здесь с тобой рядом. Понимаешь? Спасибо. Ну, иди. 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 В天. Иди. А-а-а. Попкин! 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 Здорово, рядовой. Здравия желать, товарищ полковник. Нет же никого, Варь. Чего ты прям как неродной? Виноват, товарищ полковник. Как служба, сынок. Служу России, товарищ полковник. Да не ори ты, не слышит никто. И не видят. Мать звонила, беспокоится о тебе. Ты хоть в курсе, что она из города в деревню уезжает? Так точно, товарищ полковник. Я вам не подумал, отпуск тебе дать. Ну что, матери с переездом помочь. Но я смотрю, у тебя переезд вообще не волнует. Так, продолжайте уборку территории. Есть продолжать уборку. Наташ, я посуду уложила там всю. Это что, куда? Да брось куда-нибудь на пол. Не важно. Ты когда едешь-то? Не знаю, как с машиной договорюсь. Наташа, может зря ты все это работу бросила? В какую-то деревню едешь? Ты квартиру твоих родителей жалко. Веришь, вообще не жалко. Ничего. Здесь все-все про всех знают. Ладно, я. Ванька, как здесь жить после всего, что? Стас, ты со своей тоже завтра, говорят, уезжают в другой город. Скатертью дорога. Здесь больше они. Ничего плохого моей семье уже не делают. Эти журналы тоже брать? Да. Ты что, с Иваном переписываешься? Нет. Он просто мне пишет сам на старый адрес. А бабушка письма передала. Понятно. У него недавно присяга была. Знаю, говорят, Наталья ездила. Ты тоже ходила? Да нет. Просто не знаю, Стас. Это как-то не по-человечески. Ваня до сих пор не знает, что мы с тобой вместе. Или знает? Не знает. Наталья ему решила пока ничего не говорить. Как долго будет длиться это пока? Послушай, это не наше с тобой дело. Я сегодня получил развод. Все, мы с тобой начинаем новую жизнь. Уезжаем в другой город. Ты же этого хотела. Очень хотела. Ну вот и все. Давай собираться. Угу. Здравствуй, Ваня. Я решила написать тебе, потому что больше мы с тобой никогда не увидимся. Я переезжаю в другой город, но не могу уехать, не рассказав тебе обо всем, что произошло за последние месяцы. Когда ты прочитаешь, ты поймешь, почему и я, и все мы так долго не говорили тебе правды. Я не знаю, как так получилось. Не знаю, в какой момент я разлюбила тебя. Но я люблю Стаса. Мне стыдно тебе в этом признаваться. Но мне кажется, что я встретила свою настоящую любовь. Эй, Ванька. Ты чего на койке расселся? Наряд схлопочешь. Чего? Ты чего, призрака увидал? Слушай, старик, я тебе по дружбе напоминаю. Тебе же скоро в караул заступать. Чтоб через три минуты был по форме. Не то схлопочешь от дежурного. Да. В караул. Чего это? Да не знаю, письмо какое-то читал. Что же там за письмо-то такое? Да ну его! Стой, кто идет? Возводящий Бухов. Продолжи движение. Передовой Крюков пост сдал. Передовой Сверидов пост принял. Ну все, смена в четыре утра. Смотри, не спи тут. Конечно, можно сказать, канаву охраняешь, но с боевым оружием. Хорошо. Не хорошо, а есть. Так точно. Вот так, идем. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хозяйка, ну ты давай там быстрее, а то нам еще сто двадцать сверст пилить. Сейчас темно, правда, видишь? Ну, у нас в деревнях, видишь, как со светом, а? Понимаешь, нет? А я знаешь, что? Я местный. Вот. На я эту дорогу. Ага. Садись, что ты? Ага. Чего застыл-то? Это что-то предчувствие какое-то. Как будто случится чего-нибудь. Ты давай эту самую мистику свою бросай перед дорогой. Садись, садись. На дороге гололед совсем обалденный. Зам начальник караула, прапорщик Буховский. Здравствуйте, прапорщик. На постах все в порядке? Так точно, товарищ полковник. Пойду сам проверю. Не спицы мне ничего-то. Я не знаю, как так получилось. Не знаю, в какой момент я разлюбила тебя. Но я люблю Стаса. Мне стыдно тебе в этом признаваться. Но мне кажется, что я встретила свою настоящую любовь. лявку. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ВИТРЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Людмила, Серегин? Почему пост оставили? Стран! ВЫСТРЕЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, ну ты понимаешь, что это я тебе эту должность выбил? А ты меня так подставил? Ну спасибо тебе, Николай! Удружил! Да не ори ты! Все понятно. Буду отвечать, как положено. Да что тебе понятно? Это ЧП даже не районного уровня. Российского! Скандал, которого у нас 14 лет не было. И ты понимаешь, что не только твои звездочки полетят? Ты вообще Богу путовую свечку должен поставить, если до трибунала дело не дойдет. Успокойся ты, наконец! Я же еще должен успокоиться. Здравствуйте. Наташа, я прошу тебя, успокойся. Наташа, я прошу тебя, успокойся. Иван жив. Его жизни ничего не угрожает. На, Водичка, выпей. Я не хочу. Ну-ка, сядь, сядь, сказал! Сейчас мы пойдем в санчасти, тут недалеко. Можно? Конечно! Только ты знаешь, я зайду первый. А ты успокоишься, приведешь себя в порядок. Не нужно, чтобы он тебя видел в таком виде. Пей, пей водичку. Я не делаю. Мамка скоро придет. Ты меня прости, пап, я тебя так подставил. Ну, хоть за отца признал. Просто письмо это я... Ты знаю я. Ты не знаешь. Мы же с Машей так друг друга любили, она. А Стас, как он так с мамой мог? Маму к нему со всей душой. Пап, вот скажи. Куда у людей любовь уходит? Ты не знаю я, Вань. По разуму бывает. Дурак, что никуда ее не уходит. Знаешь, сынок, я любила женщину. Она от меня ушла к другому. Ну, я же с ума сходить не стал. Я же не стал совершать вот эти вот глупости. Причинять боль близким и иллюзиям. Я понял, пап. ИНТРИГУЮЩУЩАЯ МУЗЫКА Ладно, пойду я. Мам, только не плач. Все хорошо. Все хорошо. Я даже не ожидала, что так хорошо. У него глаза теперь другие. Хуже ли? У тебя глаза такие же, как всегда. Какие? Родные. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пап! Пап! О, Мойка! Привет! Здорово! Помочь? Да я уже все закончил. Ну что, студент, как сессию сдал? На отлично. Сопромат, правда, завалил. Но потом пересдал. Договорился уже. Ванька, поехал! Сопромат, привет! Осторожно. Ну что, вы узнали, кто? Мальчик, девочка, братцы, сестренка. Не зубы не заговаривай. Сессию сдал. Сдал на отлично. Брат или сестренка? Наташа, ты чего выскочила распахнутой? Холодно? Давайте, давайте в дом. Ну скажите, чего вы молчите-то? Все скажем. Ну, иди сюда. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok